Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 16 декабря. Житие блаженной царицы Феофании. Блаженная Феофания родилась в Старграде и происходила из царского рода. Родитель ее Константин, имевший сан Ильюстрия. Так называли в Византии высшие сановники при царском дворе. И мать Анна, живя в честном супружестве, долгое время были бесплодны. Почему всегда скорбели о том, что не имели детей. Сильно желали иметь плод своего супружества. Они молились при чистой владычице нашей Богородице. И сейчас, приходя в ее священный храм, бывший во Фракии, в прилежном молении изливали перед ней сердца свои. «Да разрешиться, молились они, о госпожа мира, бесплодие наше твоим милосердием. И да примем по ходатайству твоему от Создателя Чадородия». И так как они просились с верою, то и получили просимые благодатью той, в которой усердно к которой обращались с молитвою. Они прияли разрешение своего бесплодия и родили дитя женского пола, которое назвали Феофанией ее. В шестилетнее возрасте Феофанией стали обучать грамоте и наставлять на всякое доброе дело. Еще в детские лета ее можно было видеть ясные знамения будущих ее великих добродетелей и святости. Видя ее благонравие и ум, родители Феофанией очень радовались и надеялись впоследствии утешать все ее благородием, благочадьем. Почему они искали юношу подобного ей по знатности рода, благонравие и уму, чтобы соседать ее по закону браком, так как она уже приходила в возраст и больше сверстниц своих была украшена всеми дарованиями. В это время царь Василий Македонянин выискил прекрасную добродетельную девицу для соседания браком с сыном своим Львом Мудрым. Приемник Василия царствовал с 886-911 год. Найдя Феофанию лучше всех других девиц, он сочетал ее браком с сыном своим, уже объявленным наследником престола. Царский брак был совершен при всеобщей радости и ликованиях. Спустя некоторое время лукавый враг посеял плевелы в доме царска между отцом и сыном и восстал с гневом великим отец на сына. Взявший его с супругой его Феофанией, он заключил их в темницу и приставил крепкую стражу. Это совершилось по тайной злобе и хитрому коварству Феодора Сантоварина, епископа Евхаицкого, волхва, которого царь Лев не любил. Дело началось так. Когда умер первенец царя Василия и старший брат царя Льва Константин, царь Василий скорбел о нем, безупешно плачал, ибо очень любил его. Тогда вышел упомянутый волх, видя царя в великой печали, и желая его утешить, посредством своих волхвований показал царю умершего сына его Константина живым, сидящим на коне и едущим к нему навстречу. А обняв руками сына и с любовью облабызав его, царь снова потерял его из виду, ибо волшебное привидение и мечта не исчезла. Удивился царю, ужаснулся, и, сочтя видение за действительность, стал очень посчитать Сантоварина, и, считая его своим искренним другом, во всем его слушался. Юный же Лев, будучи благоразумен и богобоязлив, возгнушался тем волхвом и ненавидя его, как врага Божия презирал. Иодор же, думая, чем бы отомстить царю Льву за такое презрение, измыслил следующую коварную хитрость. Выбрав удобное время, он наедине приступил к царю Льву и, притворившись доброжелательным и расположенным к нему, сказал, «Вот ты молод и ездишь с отцом своим на охоту. На всякий случай нужно тебе тайно носить небольшой меч, для того чтобы иметь возможность иногда употребить его на зверя, иногда же подать его в нужное время отцу. Или на тот случай, если бы какой домашний враг, коих отец твой имеет немало, неожиданно и внезапно напал на отца твоего, тогда бы ты тот час, вынув тайно носимый меч, мог поразить врага и сохранить жизнь отца твоего». Послушавшись этого коварного совета врага своего и не подозревая его лукавства, Льв стал тайно носить на сапоге небольшой меч, когда ходил с отцом своим на охоту или еще куда-нибудь. После этого лукавый сантоварин сказал тайно царю Василию, «Сын твой Лев хочет внезапно убить тебя, чтобы царствовать одному. Доказательством его злого умысла послужит тебе следующее, когда ты отправляешься на охоту и он с тобою, то он носит в спрятанной сапоге при ноге меч, приготовленный для того, чтобы в удобное время внезапно ударить тебя и убить. Если хочешь, чтобы он убедиться, испытай на деле, ступай на охоту, взявший его с собой, и когда приедешь на поле, вели осмотреть, что он имеет в сапоге». Вскоре царь Василий взял юного царя сына своего, отправился на охоту и, будучи на поле, повелел осмотреть, что имеет царь Лев в сапоге, и там найден был спрятанный небольшой обоюдоострый меч. И воспылал тот час Василий пламенем неизреченной ярости и гнева на сына своего, считая за правду, поведанную Сантоварином, будто сын хотел убить его. «Для того он и меч приготовил», — сказал он, — «чтобы убить меня». Лев же, будучи ни в чем не повинен, уверял, что носил меч не для смерти отца, для сохранения жизни его. Но сильно разгневанный отец, не желая слушать ни единого его слова, тот час заключил его, а также и супругу его, блаженную Феофанию, в некотором бывшем в царских палатах тайном помещении и приставил к ним крепкую стражу. Так лукавый волк Сантоварин отомстил царю Льву. Самым же ужасным при этом было то, что по внушению того же Сантоварина отец хотел сыну выколоть и вынуть очи. И это дело непременно бы совершилось, если бы патриарх и весь Синклить не удержали царя. Более трех лет безвинный царь Лев и блаженная Феофания, не сделавшие никакого зла, пробыли в заключении. Там они ни в чем ином не упражнялись, как только в молитве и посте, скорбя о своем заключении и призывая всевидящего Бога во свидетели своей невинности. Несколько раз Синклить хотел просить царя за сына, но не находил удобного времени. Наконец, выпал случай, когда можно было обратиться с таковой просьбой. Это произошло так. В царской палате была птица-попугай, наученная произносить человеческим голосом некоторые слова, и своим произношением забавлявшая царя и других, кто услышал попугая. Однажды царь, совершая праздник святому пророку Ильи, созвал себе на царский обед всех своих придворных и, устроив пиршество, приглашал всех радоваться и веселиться с собою. Птица же та, часто говоря по-человечески, повторяла, неизвестно наученное ли кем или случайно, такие слова «Увы, увы, господин лев». Слыша это, все обедавшие придворные сидели в смущении, оставив пищу и питье. Видя же придворных смущений, не вкушающих, не пьющих, царь спрашивал, почему они столь печальны. Тогда они, сочтя время удобно, встали в слезах и сказали, «Если не имеющая разума птица скорбит о своем невинно страждущем господине, и, рыдая и отыскивая его, говорит, увы, увы, господин лев, как же мы, разумные словесные твари, несомненно знающие, что сын твой, а наш господин страдает невинно по злобе и по клевете терпит твой отеческий гнев, как можем мы веселиться, есть и пить?» «Но еще ли боли мы должны скорбеть? Не еще ли? О, царь! Если сын твой в чем-либо согрешил против тебя, отца своего, и задумал поднять на тебя руку, дай нам его сюда, мы на части рассечем его. Если б он ничем не повинен, как нам, несомненно, известно, то зачем ты мучаешь кровь свою?» От таких слов царь пришел в умиление и, подвигнутый сердцем и естественной жалостью, тот час повелел вывести царя льва из заключения, а стричь, выращивши у него во время заключения, волосы и, одевши царские одежды, счастье привести к себе. Когда это было исполнено, царь поднялся в слезах, обнял сына, стал лобызать его и возвратил ему прежний царский сан. Пожив после этого немного времени, царь Василий заболел и умер, оставив царскую власть сыну своему. Лев же по смерти отца схватил волхва Сантоварина, повелел бить его, выколоть глаза и послал заточение в город Афины. Так обратилась злоба волхва на собственную его голову. Сей Сантоварин был по вере маникей, по учению волх, по виду христианин, по сану епископ, а царем Василием считался святым ради чудес его творимых волшебством. Ежетем блаженная Феофания, вступившая после своего заключения в царскую жизнь, прилежно заботилась о своем душевном спасении, за ничто считая царскую славу и презирая, как ссор и сон, сладость и суету житейскую. Она непрестанно и днем, и ночью имела на устах своих псалмы, духовные песни и молитвы, и всю жизнь свою проводила, угождая Богу и взыскуя Его делами милосердия. Она не заботилась о царском украшении своего тела, и если совне бывала одета с некоторым благолепием, то, с другой стороны, под одеждой, на теле, носила грубую волшиницу, которой была умерщвляема плоть ее. Жизнь ее была постническая, она питалась простым хлебом и сушеной зеленью. Обильные яства трапезы совершенно были изгнаны ею. Поступившие в ее руки богатства и драгоценности были раздаваемы ей нуждающимся бедным и убогим, сиротам и вдовицам. Драгоценные одежды и вещи отдавались им же. Бедные кельи и монашествующих монастырей обновлялись ею и обогащались имениями и всем нужным. Таковы были усердия и попечения о всех той христолюбивой царицы. На слух и рабын своих она смотрела, как на братьев и сестер, и никого не звала просто по имени, но всех почитала званием о Господе, уважая имя, чин и должность каждого. И не изрекла она языком своим клятвы, и не вышло никакое гнилое слово из уст ее, ни ложь, ни клевета, и вообще никакое непотребное слово. Ко всем она относилась с любовью, плакала с плачущими, радовалась с радующимися. Хотя постель ей была устлана весоном и украшена золотыми украшениями, но она не спала на ней, а положив на полусистую рогожу, покрывавшую острые кости и зубы животных. Ложилась спать на ней, и такое свое ложе на всякую ночь по извлечению пророка Давида омочало слезами, и после очень непродолжительного сна точно вставала на словословие Божие. А столь сурово исполнено всяких лишений жизни, Феофания впала в великую телесную болезнь. Однако ни изнемогла душу от непрестанной молитвы, не переставала поучаться в божественном законе, читая священные книги и исполняя прочитываемые. Все ее попечения были направлены к тому, чтобы помогать обидимым, заступаться за вдов, заботиться о сиротах, утешать скорбящих, отирать слезы плачущим. И была она матерью для всех, не имеющих крова и помощи. Живя в мире, она отвергла все мирское. Пребывая в супружестве, она возлюбила благое Иго Христово и, взяв крест на раму, понесла его и таким образом угодила Богу. Причувствуя исход души своей из тела, блаженная Феофания повелела, чтобы все приходили к ней для прощания. Затем, дав всем конечные и последние целования, она переселилась от царства земного к небесному и предстала к царю славу, украшенной как царской багреницей многими своими добродетелями. Посему причтена она от люку святых, добродетелями Богу угодивших, а честное тело ее было с честью предано погребению. Блаженная царица Феофания скончалась около 893 года. Муж Феофании, царь Лев Мудрый, еще при жизни ее видел ее великую святость и, почитая ее не как супругу, но как госпожу своей и ходатайницу перед Богом, задумал заблаговременно построить храм во имя ее. Святая же узнава всем, не только не соизволилась ему, но и строго запретила делать это. Поэтому начатый уже строится во имя ее храм, был переименован во имя всех святых. И тем же царем по совету со всей церковью в первую неделю по Пятидесятнице был установлен праздник всех святых. Царь говорил, если Феофания святая, то пусть и ее память празднуется вместе со всеми святыми во славу от всех святых славимому Богу. Ему и от нас забудет слава во веки. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.